Всем привет! Меня зовут Арсений Вергизов и данным роликом я открываю серию коротких обучающих видео по основам работы с FineReport. Сегодня мы поговорим о том, что же такое FineReport, какие задачи он будет решать. Также посмотрим уже на готовую реализацию и посмотрим на него немного изнутри. Итак, FineReport это система централизованной отчетности, один из продуктов компании FanRuan. FanRuan существует деятельность 2006 года на китайском рынке и за время своей работы была удостоена различных регалий от довольно известных организаций, начиная Gartner и заканчивая Forbes. Много различных известных брендов на азиатском рынке доверяют свои данные именно FanRuan. И на данный момент она имеет два продукта на российском рынке. Это FineReport и FineBI. Про второй вы скорее всего уже слышали, а если не слышали, то обязательно услышите. Я непосредственно занимаюсь разработкой на FineBI и FineReport компании BiConsult. BiConsult компания, которая с 2008 года представляет различные решения в области данных для крупных заказчиков. Из 2021 года мы являемся платиновым партнером компании FanRuan и одним из ее официальных представителей в России. Собственно, как же работает FineReport? FineReport устроен следующим образом. Он состоит из двух слоев. Первый слой — это десктопный. На нем ведется непосредственная разработка дешбордов, отчетностей, форм сбора данных и прочих сущностей FineReport. И также так называемый серверный слой или, как он называется, естественно, FineReport — Decision Making Platform. Кренечный пользователь заходит на платформу и принимает решения на основе наших разработанных отчетов ранее. На слайде представлен FlowMap, в целом процессор разработки отчета. FineReport поддерживает довольно большое количество коннекторов, известных базовым данных, хранилищем, так называемым, из коробки. Но даже если данного коннектора нет, то всегда можно подключиться через JDBC или ODBC коннектор к любому хранилищу данных. После того, как слой данных загружен в FineReport, нужно отметить, что он загружается всегда в real-time режиме, то есть нет такого понятия in-memory в FineReport. То есть каждое обращение к отчету фактически делает запрос к базе данных и получает данные снова, что делает их максимально свежими, так скажем. Также создаются различные сущности в FineReport. Существуют сущности, как общий отчет, агрегированный отчет, дашборд, форма сбора данных. Мы поговорим об этом в дальнейших уроках, посмотрим на них более предметно, детально и создадим некоторые из них. После создания данных и сущностей все это публикуется на одной и той же платформе, в том числе и с FineBI. Если вы, например, предлагаете связку FineReport с FineBI, то сложно представить инструмент более мощный, так как все это будет собрано и централизовано в одном месте. Набор таких опций позволяет создавать крупные CRM и ERP-системы внутреннего использования для корпоративных крупных организаций. Плюс хотелось бы остановиться на форме бода данных, которая осуществляет всестороннюю проверку данных и соответствие данных, и позволяет делать обратную запись в базе данных. Множество типов виджетов поддерживают массовый бод данных, что делает также FineReport довольно сильным инструментом. Дальше я приложил небольшой слайд, как пример того, что можно реализовать на FineReport. Предлагаю не останавливаться, а перейти вместе со мной на платформу принятия решений. Итак, сейчас мы находимся на платформе принятия решений, где в левой части экрана у нас собраны все наши каталоги разработанных отчетов, дашбордов, форм сбора и так далее. Мы видим, что также поддерживается работа с картами, различные визуализации. Единственный минус – довольно сложно настраивается кросс-фильтрация. То есть при клике на сегмент мой дашборд не пересчитается, так как это нужно будет заранее предустановить. Мы видим, что различная вложенность тоже присутствует. Тул-типы и все привычные понимания BI-фичей, они все здесь присутствуют. Для меня разработки на FineReport выглядят довольно эстетично. Сейчас мы перешли к сущности отчет, простой отчет, простая отчетность. И, как мы видим, здесь нет никаких излишек и изысков. Это, как правило, либо сводная, либо прямая таблица, что в целом обнимается под отчетом и агрегированным отчетом. Собственно, один из наиболее ярких примеров формы сбора данных – Customer Tracking Records. Непосредственно мы собираемся учитывать наших заказчиков. И мы можем внести любые данные, допустим, Samsung и так далее. Введем адрес, тип бизнеса и прочее. Сделаем запрос. И он отправляется в базу данных, независимо от того. И он отправляется в базу данных. Что интересного, можно отметить, что в FineReport можно создавать даже формы сбора данных, которые относятся к разным таблицам в базе данных. И, заканчивая наш первый взгляд на продукт, люблю показывать данный стенд, когда разговариваю про продукты FanRuan. Этот стенд разработан специально для широкоформатного экрана и находится он в индустрии экспоцентра в Китае. То есть, этот стенд разработан полностью на FineReport. Судить о полезности такой разработки только вам, но меня как минимум впечатляют масштабы. На этом попрощаемся и увидимся в следующем уроке. Пока.